Всем привет, вы находитесь на канале BigFireApple, и сегодня я вам расскажу, как сделать непривязанный jailbreak на прошивке iOS 8.3. Первое, что вам нужно сделать, это сделать резервную копию на всякий случай, а потом уже сбросить все данные с iPad, то есть сделать его полностью чистым и новым. Итак, чтобы скачать приложение Taik Jailbreak Tool, вам нужно зайти на сайт taik.com, ссылку на него я кину в описании, и вы просто нажимаете вот эту вот синюю кнопку Download Taik Jailbreak Tool, версия 2.0. Приложение весит примерно 78 мегабайт. Итак, после того, как вы сделали резервную копию в iTunes, можем приступать к процессу jailbreak. Программа работает пока что только на Windows, поэтому мне придется переместиться на Windows компьютер. Люди на форумах пишут, что у них проблема с установкой jailbreak через эту программу, то есть на 20% все зависает и iPhone перезагружается, либо iPad. Чтобы решить эту проблему, нужно установить iTunes версии 12.1.0, предварительно удалив новый iTunes, который у вас сейчас установлен, и найти в интернете вот эту вот версию, которую я озвучил выше. Вот и завершилась установка моего iTunes, мы можем смело устанавливать jailbreak при помощи Taik Jailbreak. Запускаем от имени администратора, это важно, проверяется версия iOS. Так, вот, программа запустилась, Taik Jailbreak Tool, версия 2.0. Убираем 3K Assistant для закачки приложений, типа китайского App Store, и нажимаем, короче, jailbreak, и смотрим, что происходит. Вот, 20%, сейчас будет мой девайс перезагружаться, вот. И спустя несколько минут у нас вскакивает сообщение, что jailbreak успешно завершен, но рано радоваться, еще нет никаких твиков, и даже CDS Substrate еще не обновилась до этой версии. Так что ждите еще парочку дней, и даже не будет никаких проблем с установкой старого iTunes. Ну а я с вами прощаюсь, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, всем пока. Продолжение следует...